А теперь обо всем по порядку. Новшество государственной политики в развитии агропромышленного комплекса страны. Грядущие изменения и важные задачи с хлеборобами и фермерами сегодня обсудил министр сельского хозяйства Умурзак Шукиев. Он побывал в нашем регионе с рабочим визитом. Посетил передовые предприятия и узнал, как в Северном Казахстане проходит пассивная кампания. Александра Солмина с подробностями. Якорная кооперация – один из главных трендов в развитии сельского хозяйства в Казахстане. Это выгодный тандем и для крупных предприятий, и для малого бизнеса. Преимущество партнерства оценил директор хозяйства ЭТИКЕ БСК Аскар Мадеев. Говорит, механизм сотрудничества простой и прибыльный. Компания закупает племенных бычков и дает их в аренду другим фермерам. Они нашими быками пользуются. Потом мы делаем договор, что они потомство наших быков продают нам от 200 кг выше. И поэтому, когда они продают к нам, вот этих хашников-хашников, они получают 40 тысячи субсидий на одну голову. И мы получаем субсидии 170 сеньги на приобретение. 600 килограммов, 800 и больше 900 – эти здоровяки-производители уже побывали в других хозяйствах. Партнеров-арендаторов у товарищества около 20. Некоторые из них пришли на встречу с главой Минсельхоза. Программа вы знаете, она в основном о вас, о мелких, средних фермерах. Мы должны вас поддержать. Сейчас на стране 16 тысяч, должно быть 100 тысяч. И они должны концентрироваться в таких вот откормочных площадках. Эту на тысячу голов запустили всего пару месяцев назад. Здесь 720 породистых бычков. Когда телята вырастают до нужного веса, их отправляют в убойный цех. Начало положено, но нужно развиваться, отмечают умерзак Шукеев. Увеличить поголовье необходимо как минимум до трех тысяч. А на полях командитного товарищества Зенченко и Ка главу Минсельхоза знакомят с ходом полевых работ. Засеют около 23 тысяч гектаров, больше 10 тысяч – зерновыми, почти 4 – масличными. А в Агрокостехмаш-класс министра знакомят с лучшими представителями сельхозпарка региона. Эти выпускают на наших заводах. Комфортные и производительные. Ни по качеству, ни по цене заграничным машинам они не уступают. К примеру, новая модель «Сампо Коми». Под капотом 300 лошадиных сил, ширина жадки 7 метров. Стоит комбайн 60 миллионов тенге. Но он для уборки, а сейчас нужно сеять. В этом году у нас запускается новая схема субсидирования, когда практически любой товаропроизводитель, большой, маленький фермер, может получить либо элиту, либо первые семена первой репродукции. По той норме, которая положена, научно обоснованно. И посеять у себя. Если в этом году он посеет, то осенью он получит первую репродукцию. И ему уже на следующий год достаточно будет первой репродукции, плюс тот объем, который ему в следующем году положен. И таким образом, уже в 2021 году мы можем полностью исключить посевы с семенами свыше третьей репродукции. Получать семена будут бесплатно, но осенью после уборки придется возместить государству 30%, отмечают представители министерства. Сегодня одно из приоритетных направлений – молочное животноводство. Комплекс, на котором мы с вами находимся, сегодня надавит 25,5 тонн. Это мы чисто отсюда получаем молока. Отсюда оно сразу одним молоковозом уходит на перерабатывающий завод, ну и там остальное по потребителям. Продолжаю тему уже на совещании. В прошлом году в регионе произвели 550 тысяч тонн молока. Половину переработали на заводах области, увеличив их нагрузку до 87%. В этом году у нас семь молочных товарных ферм мы будем открывать с элементами цифровизации, то есть передавание кормов, состояние здоровья, надой ежесуточный и так далее. Все это будет отцифровано, поэтому и несомненно, та программа, которая будет применяться, сейчас приниматься, она тоже даст соответствующий результат. В растеневодстве тоже перемены. Посевная площадь в этом году составит свыше 4 миллионов гектаров. Масличные увеличили на 41%, а это уже треть общей территории. Аграрии начали пассивную кампанию 12 мая. Соблюдены оптимальные сроки села сельскохозяйственных культур, рекомендованные наукой. Сейчас яровой сев проведен на площади более 1,5 миллиона гектар или 39%. В работе с землей нужно обращать внимание на новшества, которые диктует государственная политика, отмечает умерзак Шукеев. Очень большой резерв у нас в ворошаемой земле. Вы знаете, что орошаемая земля у нас из 21 миллиона гектар занимает всего-то 1,4 миллиона гектар. И эти 1,4 миллиона гектар, вообще говоря, дают нам 40% стоимости всей продукции растеневодства. Орошаемая земля – это золотое дно. Мы должны развивать орошаемое. У нас прямо сейчас есть программа восстановления 600 тысяч гектар. И в 22-м году мы должны его повезти до 2 миллионов 10 тысяч гектаров. Создание семейных ферм и развитие птицеводства и свиноводства. Поголовье последних нужно увеличить минимум втрое, отмечают представители министерства. Так повысится экспортный потенциал. Спрос есть на рынках Китая и России. Крупный проект сейчас реализуют и североказахстанцы. Наше хозяйство перезапустилось в этом году. На сегодняшний день завезена первая партия свиней. 149 голов породы крупно-белая из селекционно-гибридного центра Оренбургской области. В дальнейшем планируем нарастить маточное поголовье до 2100 голов свиноматок, что позволит выйти на мощность 50 тысяч голов от кормочных свиней. Также в перспективе запланировано строительство второй очереди на 50 тысяч свиней. Планируют выйти на международный рынок, но есть проблемы. В Казахстане нет племенной базы. Это решаемо, говорят представители министерства. Новшества помогут реализовать одну из задач президента – увеличить экспорт сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза. Александра Салминарус, Тамтли Ужанов, Новости МТРК.